Бесконечные споры и дискуссии Подвести итоги, подвести черту, чтобы сделать определенные выводы. Но не может же быть этот спор бесконечным? Вот такую попытку мы сделаем в совместном проекте Общественной палаты Республики Коми и телеканала Юрган. В нашей передаче будут проходить дискуссии, будут представлены две точки зрения, прямо противоположные. Мы будем обсуждать самые актуальные проблемы жизни нашей республики. Но попытаемся в нашем телевизионном проекте вот именно подвести черту, сделать определенные выводы, остановиться в ходе этой самой дискуссии или спора. Собственно, мы так и назвали наш проект. Точки над И. Итак, в нашей первой программе мы обсуждаем тему Великой Отечественной войны. И звучит она так. Нужна ли нам правда о войне? Я представляю вам участников нашей дискуссии, участников нашей первой программы. И сначала нашу группу, группу участников, которые, на наш взгляд, представляют точку зрения, что нет, не нужна вся правда о войне. Итак, в нашей программе принимает участие Игорь Иванович Лостунов, преподаватель Академии Государственной службы и управления нашей республики, историк. Евгений Анатольевич Вологин, заместитель председателя Общественной палаты Республики Коми. Николай Васильевич Барашки, также заместитель председателя Общественной палаты Республики Коми. Вторая точка зрения, что нужна вся правда о войне, вся правда о Великой Отечественной войне. Ее представляют следующие три участника. Это писатель Петр Митрофанович Столповский. Это историк Михаил Борисович Рогачев. И это член Общественной палаты Республики Коми Александр Федорович Щигарев. Итак, две точки зрения. Нам не нужна вся правда о войне. И нам нужна вся правда о войне. Сегодня мы об этом говорить в программе «Точки над И». И постараемся, может быть, в конце программы, может быть, это получится. Поставить эти некие точки над «и». Итак, я представляю сейчас слово группе участников, которые считают, что нам, может быть, не нужна вся правда о Великой Отечественной войне. Коллеги, пожалуйста, кто из вас высказит свою позицию в обобщенном виде? Может быть, за одну минуту, может быть, меньше. Прошу вас, решайте. Да, Николай Васильевич, прошу вас, если надо будет дополнить. Прошу вас. Мне, в принципе, вначале не было понятной идеи, почему нас поставили по разные стороны. Хотя я понял, мы даже стоим, наша сторона опирается на трибуны, а ваша сторона нет. И я бы сказал так, что наша сторона против всей правды о войне, потому что вся правда уже сказана, и ничего нового не говорят. Говорят уже только неправду о войне. И это имеет два значения. Как бы идеологический и даже мировоззренческий, я сказал бы. И нам нужно поставить запрет на этой точке и законодательно запретить менять итоги войны, переосмысливать вот эти... Вы считаете, это итоги войны такие образы переосмысливаются? Совершенно верно. Игорь Иванович, вы считаете, надо надо дополнить что-то по этому поводу? Ну, во-первых, тут, можно сказать, не то, что просто ошибка, я все же тоже считаю, что, скажем так, ближе к той стороне, скажем так. То есть? Вороник, тут полная правда о войне. Полная? Я скажу, что, как историк, в принципе, для себя я уже, ну, не то, что почти знаю все, но картину для меня абсолютно ясную. Все войны, что было, как было, то, что я вижу, как описываться и показываться, это немножко совсем не то. То есть, вы считаете, что все надо показывать, все, что было на войне? Нет, все не надо показывать. Согласен, есть Некраса в окопах Сталинграда, если показывать, как бьют лопатками саперными по голове, ругаются матом, летят кишки, кровь на матру. Вы согласны, что я оставлю вас сейчас здесь все-таки? Или вы готовы вот быть здесь, но присутствовать как бы незримо на этой стороне? Ну, можно так сказать. Нет, может, я где-то здесь, я послушаю сейчас коллег своих. А и потом определитесь. Здорово, может быть, вы для себя поставите точку. Может, они меня убедят, что я не понимаю. Вам, коллеги, понятна позиция? Можно я еще? Да. Евгений Анатольевич, ваша позиция. Хорошо. Вы знаете, принцип историографии любой страны – это, так сказать, наличие нескольких уровней. Есть уровень истории для специалистов. Тут, конечно же, не должно быть никаких табу, если они не противоречат интересам государства. То есть, должны быть засекреченные материалы, очевидно. А есть уровень восприятия истории для масс. Да. Так вот, любая история, изложенная в учебнике любой страны, скажем, для школьников или для студентов, для исторических вузов, она строится на мифах. Почему наша страна должна быть исключением? Кто из американцев знает, я имею в виду далеких от истории, что родоначальники их, демократической страны, были рабовладельцами? Вот. И я считаю, что в том контексте, в котором нам пытаются навязать правду о войне, это есть, прежде всего, не только антисоветский, но и антироссийский, так сказать, идеологический выпад, который направлен против нашей страны, против, если хотите, ее легитимности в нынешнем мире. Таким образом они хотят ослабить страну? Развалить. А никто? Стоп, стоп, стоп. Те люди, которые хотят всей правды о войне. Стоп, давайте, другая точка зрения. Прошу вас, коллеги. Итак, ваша позиция, обозначьте ее. Александр Федорович, прошу вас. Ну, начнем с того, что правда, она, во-первых, бывает разная, она бывает в разных контекстах. Скажем, тем же топором можно нарубить дров, чтобы согреться, и тем же топором можно расчленить труп. Поэтому все зависит от того, в каких целях эта правда, она изыскивается и как она преподносится. Скажем, если говорить правду только о том, что были солдаты, которые приходили в Германию, грабили, насиловали, убивали мирных немцев из-за ненависти к фашизму, это, с одной стороны, правда. А если этот же вопрос рассматривать с точки зрения, скажем, такой темы, как СМЕРШ и военный турбунал в годы Великой Отечественной войны, то эта правда будет уже звучать совсем по-другому, в другом контексте. Поэтому правда, как идеологическое оружие, оно должно правильно применяться. И тогда можно допускать любую правду. Базированная правда? Нет. Применяться правда или неправда? Я сильно не понял вас, Александр Петрович. Ну, правда или неправда? Если были СМЕРШи, если было, извините, убийство и насилие со стороны советских солдат там, то надо об этом говорить, по-вашему, или нет? Ну, это можно об этом говорить, но опять в каком контексте? В контексте правды, это было. Нет, это было. Но если в контексте, говорите, работа СМЕРШ и военных турбуналов, и вот эти примеры, что эти люди были, их ловили, их наградовали, сажали расстрелы, это другое. Оно по-другому воспринимается. Я понимаю вас. Вы согласны с тем, что это можно изложить как исторический факт? Можно изложить. Да. Итак, наши войска вошли в Европу, освободили такие-то страны, а кроме того, предположим, было убито там и изнасилоло такое количество женщин. Это неправильный подход. Получается, что наши войска только теми занимались, что убивали и насиловали. А только вопрос, что это вот, как я сказал, в рамках отдельной темы военный турбунал и СМЕРШ в годы Отечественной войны, в этих рамках рассматривать те случаи, как они расследовались и как их наказывали, это уже совсем другое восприятие той же правды. Мне понятно. Вас есть что добавить, коллеги, прошу. Ваша точка зрения. Напоминаю, что у нас, как бы, вы можете не совсем соглашаться, может быть, даже с вашими соседями. Михаил Борисович Рогачев, историк. Да я не могу совсем согласиться, потому что меня, во-первых, удивляет своей противоречивостью фраза «правду о войне всю нельзя говорить», потому что вся правда сказана, а все, что говорится дополнительно, это уже не правда. Это про вас, Михаил Борисович. Начнем с того, что если вся правда сказана, значит, мы уже всю правду о войне можно говорить, и мы ее говорим. Это, во-первых. Во-вторых, правда, вообще-то она одна. Несколько правд не бывает, потому что остальное – это уже не правда. И я бы хотел сказать, что сама постановка вопроса, мне кажется, странной. Значит, нужно ли нам знать всю правду о войне? Кто-то хочет знать о ней всю правду, кто-то не хочет знать этой правды. Это его личное дело. Но исследование любого исторического события, тем более такого знакового, значимого для нашей страны, не может быть половинчатым. Жестоко, Михаил Борисович. Вот жестоко, понимаете. А вот вы не думали о том, как воспримут эту правду те, кто будет о ней читать? Ваше мнение по этому поводу, Петр Матронович? Я бы думал над этим. Ну, предположим, вы же знаете о том, что ваши предки воевали и так далее. И вот вы сообщаете о том, что, ну, понимаю твои ордена. Но из твоей же армии, понимаешь, занимались такими-то вещами. Ваша позиция? Понимаете, в чем дело. Правда, ее можно сравнить с такой, с хорошо отточенной бритвой. Она опасна в руках дурака. А в руках умного бритва работает, как ей положено. Что такое запретить говорить правду или, как вы сказали... Сделать, ну да, не всю говорить. Да, да. А кто вообще вправе решать, что мы можем знать, а что мы не можем знать? Ну, для этого придется реанимировать цензуру, видимо. Так вот, правда, она... Есть такая пословица. Правда все равно выплывет. Все равно ее знает. Одно секундочку. Здесь это только преамбулок моей мысли, которую я хочу... Да, да, пожалуйста. Как это сказать? Выдать вам. Дело в том, что правда о войне началась еще до того, как, собственно, война началась. И вот это вот нужно знать. Вот это вот та правда, без которой мы до ее величества и правды никогда не докопаемся. Вы имеете в виду историю, как началась война вся эта? И мы будем беззащитны перед очередной войной. Вот о чем речь идет. Если не будем знать всей правды. Абсолютно верно. А я могу определиться, что это правда. Вот если это правда, правда. А давайте определение в данном случае. Что вы считаете правдой? А правда есть? Ладно. Я скажу так, что у нас говорится за правду. У нас под видом за правду сейчас идет переосмысление итогов мировой войны. Да. Советский Союз не показывается в качестве победителя. И вот это есть та правда, многовариантная, которую нам пытаются навязать. Если кто-то, кого-то где-то на каких-то фронтах убили и изнасиловали, конечно, жаль. Но это не имеет важное значение. Мы не можем всех знать по имену, кого где-то убили. Жаль, что это случилось. Но проблема не в этом. Проблема в том, что нам сейчас под видом правды подсовывают неправду. И вот у нас в этом самоуничижение, чтобы мы сейчас начали переосмысливать былое, наследие Сталина, вот так, гибель, которую наш народ заблудил за победу, воспринималось как самоуничижение и основание для развала нашей идеологии. Вы сейчас говорите о пропаганде. Это пропаганда на правде тоже. То есть, переврать, так сказать, переубить. Подождите, вы, Калий, подождите. В разуистике она всюду как бы используется. С этой целью используется. Любая история, любое историческое изложение – это есть пропаганда, это есть идеология. Погодите, но есть же исторический факт, Михаил Борисович. Но есть исторический факт. Как, подождите, есть факт. Вот произошел такой-то случай. Берем-то, давайте, вот известная тема. Дубосекова, 28 панфилосов. Да, деревня Дубосекова, да. Сейчас муссируется, что не было вообще панфилосов, что там подбили не 23 танка, а всего 12. Вот эти вот гаденыши, которые это муссируют, они бы хоть один танк сначала подбили, а потом уже рассуждали, что лучше 23 или 12. А вдруг они… А что, а почему гаденыши сразу? Они считают, что они ищут правду. Нет, ну, они участники не имеют права обсуждать. Тоже там непонятно, что… А если факт был такой, что да, они нашли документы некие, да не было там особо ничего. Убирают всех этих политрукок, Лачкова и так далее. А что, ничего? Танки остановили, пускай подбили, они были сбиты с позиции. Через два дня полк отступил, командира комиссара арестовали, сняли с должности. Полк потерял 1100 человек, подбил 15 танков. Питву под Москвой выиграли. Выиграли. Какой ценой? А, здорово. А как у нас позиции-то поменялись, да? Да, хорошо. А вы что считаете историческим фактом? Войне правдой, правдой, Геннадьевич? Ну, что касается истории, что касается философии, здесь, конечно же, вопрос может быть, так сказать, многоаспектно. А что касается истории, это соответствие реальности. То есть, если Игорь Иванович, так сказать, я уверен, что он имеет в виду некие документы, интерпретируя таким образом известное событие. Конечно. Ну, да, это и есть правда, но я, понимаете, не оспариваю право Игоря Ивановича, он историк, эту самую правду знать. Я не оспариваю. Я оспариваю целесообразность пропагандировать вот невыгодную для государства, я буду назвать вещи своими именами, правду, для народного сознания, правду, для, может быть, так сказать, тех мифов, которые сложились в сознании народа о себе самом. Конечно. В широком сознании. Это не нужно. Такого нет ни в одной стране. Послушайте, но у нас ведь совсем немного осталось. Ведь у нас 9 мая, может быть, один наш единственный главный праздник. Ведь если его сейчас, уважаемые, возьмут и сейчас этот праздник исчезнет. Страна останется без идеологии. Она останется без идеологии, поймите. Вот я об этом... Нет, давай, давай, победа была, но ошибки-то, не надо распадить преступление. Вот что нужно для того, чтобы разрушить самую могучую страну? Вот на примере Советского Союза мы можем это видеть. Что? Нужно разрушить систему смыслов, систему ценностей, что и было сделано. Сейчас мы охаем, ахаем, рассуждаем с молодежью о том, какой был Советский Союз. И молодежь спрашивает, а зачем это разрушать было? Бесплатная медицина, жилье и так далее и тому подобное. Что значит разрушать? Так вот, минуточку. Да, не сам он разрушился. Ну как, а кто? Масоны или кто? Историки должны знать, что государства просто так не разрушаются. А перцы, кто разрушил Римскую империю? Так вот, я хочу сказать, что нужно разрушить систему смыслов, что и было сделано, а затем систему управления. Вот примерно то же самое осуществляется по отношению к современной России. Кем? Ей, дочь, маленький тогда вопрос. Извините, а дозированная правда? Дозированная правда. Это ложь называется? Да, получается ложь, да? То есть вот мы говорим, например, там. Жизненный пример. Вот, собственно, мои знакомые, не буду называть фамилии, хотя люди в коме очень известные. Значит, папа сидит в тюрьме, так? Дочка рождается уже, собственно, тогда, когда, значит, папа был в тюрьме. Значит, папе осталось там несколько месяцев, может быть, до выхода. Мама воспитывает дочку в том смысле, что папа работает в Микуне. Он не сидит там, он работает в Микуне. Я понимаю прекрасно. Зачем дочку воспитывать на том, что ее папа заключен? Зачем это нужно? Я предлагаю оторваться от аллегории и все-таки вернуться к Второй мировой войне. Конечно. Вы знаете, какой ценой мы победили под Москвой, конечно, имеет значение. Но вот за этими разговорами, сколько погибло, тысяча человек или 28 человек, у нас получается, что мы оспариваем сам смысл этой победы. А это нельзя делать. Ни в коем случае. Я хочу... Михаил Борисович, я вот... Да, Михаил Борисович, скажите, пожалуйста, вот как историк. Вы преподаете историю, перед вами сидят дети. И вот у вас был учебник, по которому вы несколько лет назад, может быть, всего 10 лет назад, 12, сообщали об этих вот наших замечательных героях. Да, о 20 лет сми подписываться там и так далее. Это вот люди, которые отдали свои жизни и так далее. Сейчас появилась другая информация. Да, ну, появился новый учебник, выбор учебника. Кто-то там, американец, неамериканец, кто угодно. Новодельный учебник. И там теперь другая информация. Как вы думаете? Вам не кажется, что вам будет трудно говорить в конце фразу? Это все-таки был героический подвиг нашего народа в Великой Отечественной войне. Знаменитая фраза, которую все говорят. Мне не будет трудно говорить эту фразу, потому что это действительно был героический подвиг советского народа. Только не той ценой? В этой войне. Обосновать этот несомненный с моей точки зрения вывод, я как учитель могу по-разному, разными предметами, примерами. Я, естественно, подбираю примеры подлинные. Та же самая история с 28 панфиловцами. Она возникла не сегодня. Расследование проводилось в 1948 году, извиняюсь, при Сталине и после войны. И то, что миф, созданный об этом конкретном бое, это действительно миф, ни в коей мере не умаляет того факта, что под Москвой немцы были остановлены и разгромлены. Но не этими 28 панфиловцами, их коллегами, потому что там действительно эту позицию занимали части панфиловской дивизии. И они действительно сражались героически. А вы как преподаватель не только образовательную функцию несете, а еще и воспитательную. Вы предлагаете вот сейчас, и вы предлагаете убрать про панфиловцев эпизод, но его ведь нужно чем-то заменить. Скажите другой. Иначе то, кого учите, они вырастут без примеров. А не бывает такого обучения без примеров. Оно всегда должно быть адресным. Что же у нас в нашей истории, в истории Великой Отечественной войны, что же действительно нет настоящих, конкретных, исторически доказанных примеров героической обороны, героического сражения. Ну, у нас есть много факторов. Кстати, примеры исторически доказаны, не оспариваем. Тогда давайте озабиться под Москвой. Кстати, можно привести пример, коллеги, матросов. Ну, пожалуйста, я хочу рассказать. Хулиган. Тот, кто хочет правды, скажет, что он закрыл грудью образу. А кто хочет другой правды, он скажет, что он подскользнулся. Да нет, там говорят о том, что был хулиган вообще, это малолетие преступник. Колонии. Сейчас самцы героями. Подвиг Патросова повторило несколько сот наших Красноарвейцев. Это фактически очень сложно. В результате всех этих споров порисают и хулят, а нового ведь ничего не предлагают. Я не слышал ни одного нового героя, которого в председании жили. Могу назвать десятки героев Советского Союза, пионеров-героев, которых имена забыты, и нового ничего нет. Журналистов не интересуют. На каком примере детей учить? Вот эта вот тема действительно очень важна. То есть вместо 28 панфиловцев, Зои Космодевьянцев, героев Брестской крепости и так далее, нам подсовывают кого? Власовцев, Локотская республика. Нет, что у нас подсовывают? Кто нам их подсовывает? Кто? Имя? Историки. Средства массовой информации. Сейчас же выбор, читай, что хочешь, Зои, хочешь. Да это лукавая позиция. Я уверен, что никто своих детей вот так вот не воспитывает. Читай, что хочешь. Да, это не воспитание. Понимаете, вместо разрушения одних мифов, вполне приемлемых для страны и для общества, на которых воспитывалось не одно поколение, кстати, покорителей космоса в том числе, нам подсовывают идею о том, что вся советская, читай, российская история, это сплошная грязь. И нам подсовывают, значит, кого? Те, кто были по существу рабами, славянскими рабами, Власов, Локотская республика, все эти коллаборационисты и так далее, у нацистов. Спасибо. Петр Вячеслав, дадим вас слово, прошу вас. Можно вопрос? Вот мы, коллеги, кто-то подсовывает? Я подсовываю. Михаил Борисович, кто подсовывает? Вы подсовываете. Подождите, подождите, посту. Ваш подход примерно такой, как, скажем, идет свадьбе, все весело. Я хочу знать правду. А встает кто-то, вот как вы, и говорит, а невеста-то не девственница. Вот вы, говорят вам о победе под Москвой, а вы говорите, о победе жертвы. К сожалению, да, тема интересная, мы обсудим в следующих дискуссиях. Хорошо, я начну персонально говорить. Мы сейчас не будем говорить о закулисах, вот персонально. В прошлом году в университет приходил правозащитник Юров, который говорил про мировую войну, про начало мировой войны, и заявил, что Советский Союз сговорился с Германией, и с двух сторон напали на Польшу. Вот это ложь, это неправда, это ложь, который нам пытаются превознести под видом правды. Государство должно контролировать, и нельзя вот подобные вещи заявлять, тем более на государственных коммуникациях. Послушайте, пожалуйста, я хочу привести один пример. Да, Петр Вячеславович, прошу вас, извините, да. Дело в том, что мы сразу скатились на факты войны. Мы забыли о сути. Есть две правды. Я уже сказал, что есть правда фактов текущих, фактов войны, и есть правда главная. Почему, вот, как, кто виноват в том, что проворонили, скажем, начало войны и прочее, и прочее. Вот это вот главная правда. Главная правда, что мы разбили немцев, и остались живы, и сохранили государство. Одну минуту, вы уже много говорили. И ничего не сказали, извините меня. Понимаете, в чем дело? Вот она суть, вот она правда. Вот от нее нужно отталкиваться. Буду опять про невесту. Стоп, подождите, Виктор Вячеславович, хорошо, отвечаю на вас вопрос. Как Союз дошел до войны, как и делал? Да, признали. Все, договорились. Признали. Да, действительно, это произошло. Да, виновата страна. Вот, дошли до такого, что не были готовы к встрече Гитлера. Хорошо, а что такого? И так далее. Стоп. Вот именно вопрос-то, что победы не было, получается? Была победа. Вы знаете, я хочу сказать простую вещь, маленький факт. Латвия до недавнего времени была частью Советского Союза. И большого государства. И там тоже чествовали 9 мая и так далее. Насколько мне известно, вот в дни празднования 67-й победы Великой Отечественной войны, там уроки истории в этот день, уроки патриотизма, давали люди в эсэсовской форме. Вот к этому подошло. То есть они выходили и говорили, да, вот мы теперь, вот расскажу, как это было, вот мы там в лесах боролись и так далее. И дети слушают внимательно и понимают. Вам не кажется, это страшно? На самом деле это очень легкий переход, очень легкий, очень легкий. Человек, который, предположим, был во Власовской армии, он вдруг начинает говорить. Как вы считаете? Вы что, считаете, что, в общем, народ у нас такой лопоухий, что его очень легко повернуть? А вам не кажется, что может быть нам вот это, вот все разговоры о правде перенести? Я хочу перенести на следующий уровень нашу дискуссию. Коллеги, как вы смотрите на вопрос такой? Может быть, рано все правду говорить? Может быть, позже надо это делать? Не рано. Дело в том, что может быть поздно. Дело в том, что когда откроются все архивы, вдруг окажется, что там ничего нет. И что окажется там? Куда-то делать. Что вы можете там услышать в этих архивах? Скажите. Факт незнания не есть причина для отрицания. Согласны ли вы? Ну, почему мы не знаем? Да, моя правда, что вот когда вы приводили пример при Эстонии, что там эсэсовцы ведут в Лавии уроки, так ведь страх не то, что они там ведут, а страшно то, что в Европе эсэсовцы, которые запрещены, потому что там идет преследование за Холокостом. Они у нас свободно говорят. Там это Холокост нельзя, а у нас против русских. Это против имперского. Можно. Один вопрос. Скажите, пожалуйста, вы согласны с постулатом, что правда опасна, потому что может разрушить наше государство? Я не согласен, абсолютно. Уже разрушено. Нет. Вы считаете, что правда, если все, она не разрушена, она его усилит? Полуправда. Вот это вот опасно. Вы так же считаете? Нет, я так не читаю. Ложь разрушена. Я принесу один. Понятно. Всем известно, трагедия ряда северокавказских народов, которая произошла с ними, не буду говорить по каким причинам, значит, в годы Великой Отечественной войны. Но согласитесь, это рано зарубцевало. В сознании того же чеченского народа. Вот я чеченцем в армии служил, 86-88 год. И в 87 году, я помню, значит, в Дружбе народов Приставкин, вернее, опубликовали его произведение «Ночевала тучка золотая», значит, «О трагедии чеченского народа». И просто я видел, как у этого паренька, который вполне лояльно относился и к СССР, и к русским, просто у него менялось мировоззрение. То есть, понимаете, вот здорового участка кожи, если тереть, получится язва. Понимаете? Вот мы с этой правдой получили что? Получили развал Советского Союза, так? И теперь происходит развал и России по национальным религиозным признакам. То есть, то, что сейчас происходит на Северном Кавказе, это прямое следствие вот такого вот дурацкого идеологизирования. Добавлю маленькую деталь, хотя не совсем согласен, не совсем согласен, маленькая деталь. Накануне буквально празднуем 9 мая в этом году один из блогеров написал «Нечего нам праздновать 9 мая, нечего нам праздновать на этот праздник, нечего отмечать». Это говорит блогер, это популярное некое движение блогерские люди, которые пишут свои дневники, но он довольный здесь и в нашей республике. Так я могу сказать почему? В этой интернетовской свалке, все что угодно. Минуточку, это написал человек, который даже обречен некой властью, уже это сейчас определенно административно. На последней сессии парламента ОБСЕ было заявлено, что Советский Союз, как и фашистская Германия, был агрессор. А мы в это время будем сейчас копаться в своем грязном белье. Мы здесь люди, что называется в теме общественно-политической событий, не только в России. Я хочу сказать, что 9 мая, по сути, давайте не будем лугаять, это практически единственная тема, что нас сейчас идеологически объединяет. Вот убери 9 мая, значит, убери 9 мая, или дискредитируй, оставь 9 мая. Кто-то хочет убрать 9 мая, у вас есть какие-то сведения. И здесь присутствующие есть. Есть точка зрения, абсолютно. Это просто мысль. Ну вот, пожалуйста, приведена точка зрения. 9 мая, обязательно дальше не должен знать, правда, войне. Кто виноват, почему так случилось? Так вот, если вы не победили в этой войне, неправильно воевали, вы были агрессором, если вы были агрессором, вы не победите. А если вы не победите, вы не имеете права праздновать. Скажите, пожалуйста, следующая ступень. Если будет разрушен вот этот красивый, величественный, мистический, возвышающий наш народ миф о победе 45-го года, я так думаю, это не просто не пойдет нам на пользу. Это не только подорвет авторитет и силу России в мире, это еще и будет ударом по нашему единству, которое и так... Я, вы знаете, к этой минуте пришел к следующему выводу, что, в принципе, ни ваша сторона, ни ваша сторона, ни участники, которые меняют несколько свои позиций иногда, оценивая их, вы, никто из вас не заинтересован в развале нашей страны. Нет. Как вы думаете, как сделать так, чтобы правда о Великой Отечественной войне, которая может появляться, если она действительно правда, да, а не что-то интерпретивное и так далее, не разрушила страну, а сделала ее сильнее? Нужно правильно ставить интонации, вот как точки над «и» на законодательном уровне поставить акценты и закрепить вот это все. Давайте не будем голословно. Итак, пример. Когда вот говорится о той же московской битве, после этого, что битву выиграли, победили, разгромили под Москвой немцем, не говорить «но какими жертвами», а говорить «и какими жертвами». Это уже будет совсем другой. А понимаете, тут еще важный момент вот какой. Вот представьте ситуацию, да, мы говорим, что были солдаты, которые были замешаны в мародерстве, в грабежах, находясь там, за пределами, они увидели впервые Европу и так далее. Мы же можем как сказать? Войска наши завоевали Венгрию. В мирное время тоже мародеры есть, носильники. Вот смотри, а вот, отлично, давайте возьмем маленький абзац, первая строчка. Они завоевали Венгрию, наша страна освободила Венгрию фашистской захватчиков, следующая строчка. Но в это время тысячи советских солдат занимались грабежами, топ-топ-топ-топ. Понимаете, в чем дело? Есть ли перекос определенный? А что, мы уже все герои установили, что будем насильников выяснять? Зачем это надо? Хорошо. Я предлагаю вот эти вопросы оставить для ученых. Пусть это будет предметом ученых-изыскания. Вы согласны к позиции, Николай Васильевич, о том, что законодательно надо сделать? Установить, что все, вот не трогайте тему. Мы захватили, ну, освободили Европу. Мы осознатравство. И это наша позиция. И не говорить, какими способами, сколько погибло людей, хотя могло погибнуть меньше, потому что было там, не знаю, безграмотно и так далее. Вот, Михаилович, как вы считаете? Законодательно это сделать нельзя. Нельзя законодательно определить, вот это правда, а вот это неправда. Почему нельзя? Вот в Европе... Нельзя. Я вас не перебивал, не перебивайте меня, пожалуйста. Я вообще молчал все это время. Мы заметили. Не спорьте с юристом, что можно сделать законодательно, а что нельзя. На сумму юристу, так я думаю. С юристом, тем не менее, послушаем историк. С точки зрения оформления, я спорить не буду. У нас законодательно можно оформить все. Это юристы знают гораздо лучше меня. С этим я спорить не буду. Я имею в виду смысл законодательно закреплять. Мы этого не сделали, а пора сделать давно уже. Во всех странах, участниках этой войны написаны многотомные истории о войне. Это официальная точка зрения. Только в России этой истории нет. Не надо этого делать законодательно. Ну, создайте объективный, по возможности правдивый, а по мне лучше полностью правдивый, официальную вашу версию истории Великой Отечественной войны. Вокруг которой можно спорить, которую можно оспаривать, поддерживать и так далее. История не может разрушить государство. История, она либо есть, либо ее нет. Она, кроме как правдивый... Вы знаете, я думаю, Андрей Михайлович, красивые слова. Но вы знаете, если эта история приведет к тому, что случится трагедия с каким-то ветераном Великой Отечественной войны, который вдруг поймет, что он уже не совсем-то и герой. А уже случается. И так далее, что он, ну, не особо там, и заслуги-то у тебя великие. Это не интересная история. Да, знаменитая фраза. Чего ж ты, дружище, говорит, как в очереди за пивом. Помните, когда-то сказали, такая фраза была, которая шокировала всех. Чего ж ты, говорит, ветеран. Сейчас бы баварское пили, а ты тут стоишь. Понимаете, разрушают потихонечку эту историю. Замитая. Вот я думаю, что здесь не соизмеримо, да, вот история государства. Но люди конкретные, которые есть. А вот позиция по поводу законодательного. Как? Что действительно запрещать обсуждать? Элементарно. Государство всегда имеет право выбирать акценты. Что можно, а что нельзя. Что касается восприятия истории, в последнее время, в новейшее время, мы видим вот эти примеры, то, что я говорил. В Германии, в Европе запрещено отрицать Холокост. За отрицание Холокоста уголовные преследования. Срок. Почему мы не можем это сделать за Великую Отечественную войну? Петр Митрович, прежде всего, не нужно держать народ за дурака. Он все прекрасно понимает. Его можно легко запутать, только не раскрывая всю правду. Вот отсутствие правды дезориентирует народ. И может все, что угодно быть. И там блогеры могут выступать и прочее. Правды дезориентируют не меньше. Например, я в 91-е дезориентировал очень сильно. Да, так в том-то и дело, что сначала появляются мифы, а потом пытаются рассказать чистую правду. И вот и происходит такая вот ломка, как у наркоманов. Нет, ну просто тут мы все боимся этих мифов. Почему? Можно еще один пример? Да. Эстония. Они большаков привели к власти. Ну, скажем, не только они защитили Ленина в 19-м году. Защитили. Да. То есть дальше что происходит? Латаши-эстонцы. Эстонская дивизия тоже давалась под Москвой в 19-м году. Потом мы их оккупировали, оккупировали. Они служили в СССР, убивали наших людей, убивали. Мы виноваты перед ними, да. Они перед нами виноваты, да. Поэтому обе стороны виноваты. У них своя правда СССР, у нас своя правда. Они убивали наших. Понимаете? Если бы мы устроили отношения, либо мы обе признаем, что мы не правы. И мы не правы, и они не правы. А вот вы знаете, может быть... Тогда мы нормальные отношения, иначе это тупиковый путь. Мы будем друг друга обвинять. А по-моему, вообще не нужно говорить, кто прав, кто не прав. История такая, какая она есть. Вот она была... А я ей говорю об этом же самом. У нас программа называется «Точки над «и». Очевидно, этот спор будет продолжаться еще много-много. Но хотя бы под фразой о том, что это великая победа, и никому не дано, а втоптать ее в грязь, даже вытаскиванием каких-то фактов, публикации фактов, вы согласны, что под эти можно поставить точки над «и». Об этом даже речи нет. Спасибо вам за то, что вы участвовали в нашем сегодняшнем проекте. Спасибо за вашу активную жизненную позицию. И я уверен, что никто из вас здесь, стоящих в этой нашей импровизированной телевизионной студии телеканала «Юрган», никогда не позволит очернить эту победу, как, впрочем, и попытаться замять какой-нибудь исторический факт, который может быть неприятен, но который раскрывает всю полноту того, что сделала наша страна. Спасибо за участие в этом проекте. Напоминаю, это был проект Общественной палаты Республики, телеканала «Юрган». Точки над «и». Спасибо вам. Спасибо.